МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа новости Сургут-24. В студии для вас работает Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стандарт в интересах жителей. Губернатор Югры провела онлайн-встречу с сургутянами. Она стала первой для нового мэра города Андрея Филатова. Вес взят. В сургутском районе проходят все российские соревнования по тяжелой атлетике. Участники борются за путевку в сборную Югры. И передовые технологии в работе скорой медицинской помощи. Станцию посетил специалист Министерства здравоохранения России. В марте будет представлен проект реконструкции ЖД вокзала в Сургуте. Об этом сообщилось сегодня на встрече с жителями города губернатор Наталья Комарова. Обсуждали на онлайн-совещании, которое длилось больше 2,5 часов, и вопросы транспортной доступности, строительства новых дорог. В центре внимания и оказались и парковки, и благоустройства, и переселения из аварийного жилья. Коротко о принятых решениях и поручениях Дарья Давыдова в следующем сюжете. Одним из самых популярных вопросов о стоянках, которые задали губернатору Сургутяне, стал вопрос парковки на Ивана Захарова, 12. Жители написали главе региона, что на улице мест для автомобилей не хватает. Оставить транспорт на подземной парковке они не могут. Как пояснил заместитель главы Николай Кривцов, такая ситуация сложилась из-за того, что владелец стоянки решил не сдавать места, а продавать их. При этом сейчас прорабатываются варианты либо выкуп мэрии, а потом аренда жителям, либо строительство рядом новых парковок. Наталья Комарова подчеркнула, вопрос этот застарелый. Жители жалуются на отсутствие стоянки на Захарова, 12, уже не один год. Я хочу обратить внимание, что это еще дом социального использования. И в этой связи тем более должны быть комплексные решения, если вы рассчитываете, если город рассчитывает на то, что правительство автономного округа будет впредь финансировать эти проекты и увеличивать фонд такого жилья. Значит, у нас должны быть решения, в которых стандарт выполняется на 100%. Стандарт в интересах жителей. Я беру свою работу в контроль, да, безусловно. Некоторые вещи сегодня не были в моем поле зрения. Я беру этот вопрос под контроль персональный. И, безусловно, я сегодня отвечаю перед вами, перед жителями, за эту работу. Я возьму неделю, числа до 9-го. Я просто погружусь детально. Я проработаю варианты вот таких направлений развития событий. Еще один вопрос – благоустройство городской набережной на Аби. Сургутяне просят округ включиться в работу и профинансировать территорию у речного порта. В пример привели набережную Сайпан в Белоярском. В городе с населением в 19,5 тысяч человек. Неужели наш муниципалитет, самый большой в регионе, не достоин подобного благоустроенного места. Губернатор рассказала, что к тому, что проект в Белоярском состоялся, много усилий приложили сами жители. Реновацию выполнили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Участвовали и местные власти, и окружные, и инвесторы. Была попытка завести инвестора по конституционному соглашению 20-м году. Она не состоялась. Сегодня соответствующие структуры предлагают пойти по такому же пути. То есть планируется заключение конституционного соглашения по данному объекту. Разрабатывается конкурсная документация. Я пока поддержу этот путь, чтобы его не останавливать, потому что будем все-таки надеяться, что у нас получится сформировать те условия, при которых конституционеру будет это интересно. Сургутская набережная при этом не выставлена на голосование по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас в округе проходит конкурс проектов, которые наиболее востребованы жителями. От нашего города там участвует универсальная спортивная площадка в Снежном. Уровень вовлеченности и использование всех имеющихся механизмов. Город вообще может участвовать в международных конкурсах для получения гранта. Не говоря общейских, окружных и так далее. Сначала давайте определимся, что мы хотим. Жители Сургута также попросили главу региона взять на контроль вопрос переселения из аварийного жилья. Наталья Комарова отметила, что Сургут ежегодно возвращает в бюджет округа часть неосвоенных средств на эти цели. Дело в том, что застройщики не всегда охотно продают мэрии квартиры по цене, которую установила региональная служба по тарифам. Вместе с тем появилась возможность выдавать за аварийку вместо квадратных метров укупную стоимость. Глава округа попросила не увлекаться таким механизмом, потому что он не предусматривает расселение дома на 100%. С Сургуту в этом году на решение проблем непригодного жилья доведено более 2 миллиардов рублей. Это на 64 дома. Пока не переселен ни один. Наталья Комарова, я думаю, что мы поработаем так, чтобы у вас не было возможности забрать нас эти деньги. А у меня вариантов нет. Это же публичные финансы. Чужие лежат у нас при дефиците бюджета. При дефиците бюджета сейчас 30 миллиардов рублей. Я говорю, мы поработаем так. Они лежат, ясно, из решения. Поработаем так, чтобы у вас не было этой возможности. Или, так сказать, внутреннего решения, чтобы их забирать. Подробнее о встрече губернатора с сургутянами мы расскажем в эти выходные в программе «Новости главное». Дарья Давыдова, Сургут Интерновости. В Думе Сургута не будут искать замену ушедшему в отставку Андрею Артему Кириленко. Он занимал пост вице-спикера парламента и трудился в штате. Большинство народных избранников работают в представительном органе власти на общественных началах. Причина – оставить должность свободной в сроках оформления и скором завершении полномочий этого созыва Думы. В текущем составе депутатам осталось провести еще не более четырех сессий. Две весной и еще две летом. После этого в сентябре на очередных выборах сургутяне определят новый состав парламента. В Сургуте резерв производительности водозаборов снизился до минимально возможного уровня. Это ощущается в пиковые часы потребления. Из 151 скважины на 107 отдача упала в 1,5-2,5 раза. Причины стандартные, в особенностях работы фильтров, расположенных на большой глубине. Муниципальное предприятие «Горводоканал» приступило к разработке новых скважин. Это позволит нарастить добычу и обеспечить жителей водой. Сейчас специалисты работают у территории Сургутского аэропорта. Там завершают бурение артезианской скважины. Источник – отлыбский водоносный горизонт. Глубина – около 300 метров, что ниже уровня вечной мерзлоты. За счет удачного расположения ресурс защищен от многих вредных примесей. Остаются только запах сероводорода и повышенное содержание железа. Эти добавки убирают при фильтрации. В 1976 году в Сургутское месторождение пресных подземных вод первые были исследования проведены. И вычислены запасы подземных вод. Потом была доразведка уже. И так вот, как бы, сейчас мы уже просто переборкой занимаемся. Уже все данные у нас, можно сказать, есть. На этот год у нас запланировано три новые скважины. Это районы аэропорта, 9-го промузла. Они обеспечат надежное водоснабжение жителей северного жилого района. Также третья скважина – это район гидростроителей. Там новый микрорайон «Голдфиш». Эта скважина позволит качественно снабжать этот новый микрорайон. Скважины бурят рядом с уже построенными и функционирующими станциями водоподготовки. Там происходит насыщение кислородом, очистка и фильтрация от песка, обеззараживание ультрафиолетом. После всех процедур абсолютно чистый ресурс отдают в магистральную линию потребителям. Уже разведанных в 70-х годах прошлого века подземных источников Сургута хватит как минимум на 30 лет. В прогнозах учтен и планируемый рост количества жителей. Также запасы в любой момент можно доисследовать. Новая скважина в районе аэропорта войдет в единую сеть водоканала в конце марта-начале апреля. Непосредственно набурение уходит порядка от двух до трех недель в зависимости от условий и хода выполнения их работы. Дальше идет обустройство скважины. Это прокладка инженерных сетей, монтаж непосредственно наземного блокбокса, размещение оборудования соответствующего и подключение непосредственно ввода объекта в эксплуатацию. Общий срок занимает порядка месяца, полутора месяцев. Вес взят. В Солнечном проходит Всероссийский турнир и Кубок Югры по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера Советского Союза Бориса Шестолюка. Со всей страны на него приехали более 150 спортсменов. Каков секрет удачного выхода на помост и кто считает атлетов из Сургутского района своими главными соперниками, расскажет Дмитрий Круковец. В тяжелую атлетику 10-летний Михаил Трапезников пришел по воле случая. Зал, где мальчик занимался общей физической подготовкой, закрыли на ремонт. Чтобы не растерять форму, тренер посоветовал Миша заниматься в другой секции. Вот уже три месяца юный спортсмен поднимает штангу. И за такой короткий срок у мальчика уже появился свой секрет успеха. Сперва лучше всего поверить в себя и сосредоточиться. Потому что если не сосредотачиваться, то нужно просто упасть. Просто в прямом смысле мы переносим. Кубок округа по тяжелой атлетике, посвященной памяти Бориса Шестолюка, стал для Михаила первым выездным турниром. Также в Солнечном проходят и всероссийские состязания. Всего же на соревнования, которые принимает Сургутский район, приехали более 150 тяжелоатлетов из Московской, Свердловской, Омской, Челябинской и других областей. Были и спортсмены, которые уже не раз выступали на площадке центра «Атлант». В поселке Солнечном мне всегда нравится организация. Все проходит на высоком уровне. Значит, мы всегда с хозяевами с Сургутским районом боремся только за высшую степень. Это золото. Поэтому сейчас только идет второй поток. По итогам первого мы уже имеем в копилке два золота. Поэтому легко Сургутскому району не будет. Побороться есть с кем. Многие тяжелоатлеты из Сургутского района входят в состав сборной автономного округа и являются мастерами спорта международного класса. По словам президента Федерации тяжелой атлетики Югры Юрия Сорокина, такие высокие показатели во многом заслуга тренерского состава. «У нас хороший состав тренеров. Также мы работаем с Югорским колледжем-интернатом, где у нас спортсмены проходят в подготовку. Находятся и на учебе, и круглогодично на подготовке. Поэтому и результаты высокие». Также президент Федерации отметил, что несмотря на долгий перерыв в проведении соревнований из-за пандемии, спортсмены находятся в хорошей физической форме и настроены показывать достойные результаты. «Работа на самом деле выстроена. Все спортсмены уже очень сильно соскучились по соревнованиям, потому что тренировочный процесс в любом случае продолжался. Дети готовились к данным соревнованиям». По итогам всероссийского турнира лучшие спортсмены попадут в сборную и выступят на чемпионате России по тяжелой атлетике. Он пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 8 июня. Те атлеты, которые покажут себя лучше всех на состязаниях в столице Югры, войдут в сборную страны, которая поедет на Олимпийские игры в Токио. Дмитрий Круковец, Валерий Кудрявцев, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости, Солнечный. В Сургуте открылась общественная приемная благотворительного фонда «Территория. Траектория надежды». Организовать такой офис решили, чтобы жители, в том числе из маломобильных групп, смогли напрямую прийти за помощью в случае необходимости. Помимо тех, кто нуждается в поддержке фонда в новой приемной, будут рады и инициативным сургутянам, у которых есть проекты, направленные на улучшение города. Одна из первых таких точек – это Ленина 49, которая будет являться флагманом, в который может обратиться любой гражданин, которому будет необходима помощь, в том числе продуктовые наборы, или же помощь, обказание психологической и юридической помощи, или же просто помощь в любых сферах наших 12 благотворительных программ, которые реализуются на базе фонда. В 2020 году помощь от фонда «Траектория надежды» получили 4,5 тысячи человек. К сотрудничеству привлекли более 250 предпринимателей. И это, уверены в учреждении, говорит о надежности и прозрачности работы благотворительной организации. Самой востребованной оказалась продуктовая помощь для пожилых граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее получили более 7 тысяч сургутян. Специальные наборы сформировали в общей сложности из трех тонн продуктов. Также в фонде активно содействовали людям, страдающим тяжелыми заболеваниями. Также одна из самых ответственных программ по реализации нашего фонда является помощь детям с тяжелыми заболеваниями. На данную программу за 2020 год, несмотря на то, что он был тяжелый для жертвователей, было собрано порядка 4 миллионов рублей, которые были полностью направлены на поддержание здоровья детей с ограниченными возможностями. В очередном ДТП в Сургуте пострадал ребенок. На улице энтузиастов в пятницу днем легковушка Датсун на пешеходном переходе сбила 16-летнюю девочку. По каким причинам водитель не заметил человека на зебре, сейчас устанавливают. Пострадавшую с различными ушибами и подозрением на сотрясение мозга доставили в травматологическую больницу. По нашим данным, подросток не помнит момента наезда машины. Ведется административное расследование. Водителю грозит крупный денежный штраф, либо лишение прав на срок до полутора лет. Еще один человек получил увечья в другом ДТП. На улице Островского у пятой городской поликлиники столкнулись Hyundai Veloster и Great Wall. По предварительной информации, один из участников дорожного движения выезжал с придомовой территории, не убедившись в безопасности. Аварийная ситуация привела к тому, что девушка, водитель корейской иномарки, была вынуждена уходить от удара и оказалась на встречной полосе, где сначала задела китайский внедорожник, а затем врезалась в столб. Автоледи получила травмы, ее доставили в больницу бригады скорой помощи. Машина, которая спровоцировала ДТП, разыскивают. Водитель уехал с места происшествия. Сургутский госуниверситет стал площадкой обсуждения передовых технологий в работе скорой медицинской помощи. Одним из ключевых гостей конференции стал главный специалист Минздрава в профильной сфере Сергей Багненко. Федеральный эксперт посетил Сургутскую станцию скорой и поделился своими рекомендациями, как стоит работать экстренным центром. Подробности у Марии Ливанян. Сургутскую станцию скорой помощи посетил главный специалист Минздрава Сергей Багненко. Он сходу отметил, что учреждение обеспечено хорошей материальной технической базой. С 2016 года тут используют программное обеспечение, которое позволило фельдшерам отказаться от работы с бумажными картами и полностью заполнить информацию о пациентах в электронном формате. У каждой бригады есть планшет, куда приходит вся информация о вызовах и предварительном диагнозе жителя, который позвонил 103. Все время у нас все выставлено, когда прием вызова, когда передача произошла. Все время учитывается, все зафиксировано. Фамилия, имя, имя, паспорт на данные полностью. Сергей Багненко отметил, что помимо технического оснащения на станции, также отличные классы с симуляционным оборудованием. Однако и без замечаний не обошлось. Специалист обратил внимание, что станции скорой помощи должны работать в связке с Центром медицины катастроф. Это нужно, чтобы в случае необходимости эвакуации пациента не терять время на согласование транспортировки. Вы информационно накрыли все пространство. Теперь просто эта система должна включать механизмы эвакуации тех категорий, которые положены. Что можно оставлять на месте, что нужно вывозить. Но получается, вы видите все это, но они все равно у вас повезут в ближайшую больницу, а эвакуацию вы потом передадите ТЦМК. Главврач Сургутской станции скорой помощи Владимир Ершов с замечаниями специалиста не согласился. Руководитель учреждения отметил, что в большинстве случаев эвакуацию бригады могут провести самостоятельно. Это не обязательно, что мы можем привлекать и обязанные ТЦМК. Мы можем осуществлять это своими силами, будь то это реализационная бригада или линейная. Отметим, что впервые о создании таких единых центров на федеральном уровне заговорили в позапрошлом году. Тогда Минздрав на основании исследований Сергея Багненко предложил внедрить применение этой практики в регионах. Это решение должно приниматься в одном узле, на весь как минимум округ, если не субъект. Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский отметил, что создание таких объединенных центров может стать одним из шагов развития окружной медицины. Впрочем, окончательное решение о переходе на такую модель в автономном округе пока не принято. Мария Ливанян, Владимир Федоров, Сургут, Интерновости. Всего в Сургуте на вызовы 103 выезжают больше 30 бригад. В среднем на одну команду приходится от 13 до 15 вызовов. Диспетчерская нашего города координирует работу медиков не только в муниципалитете, но также и в поселениях Сургутского района и в Кагалыми. Специалисты рассказали Сургут-24, что последние несколько недель количество обращений на линию 103 стабильно снижается. Примечательно, что заметно меньше стало звонков от пациентов с высокой температурой. Если месяц назад у нас фиксировалось более 700 обращений по медицинскому округу, то есть Сургут, Сургутский район, город Кагалын, из них более 500 вызовов приходилось на долю города Сургута, то уже на начало марта, на первое число марта обращаемость значительно уменьшилась. И около 600 вызовов по округу, 600 с небольшим, и 450, чуть больше, вызовов по городу Сургуту. В Сургуте открылась выставка про дизайн. Жители приглашают познакомиться со сборником лучших творческих работ преподавателей и студентов отделения Сургутского колледжа русской культуры имени Знаменского. Экспонаты представлены разнообразные – среднего, предметного и графического дизайна, объемная пространственная инсталляция, а также живопись и графика. Выставка будет работать практически до конца апреля. Подробности у Татьяны Расторгуевой. Выставка про дизайн открылась для широкой публики. Экспозиции традиционно организуют в стенах Сургутского колледжа русской культуры имени Аркадия Знаменского. И в основном для студентов. В последний раз большой городской показ прошел в 2016-м. Спустя пять лет с лучшими творческими работами преподавателей и студентов учреждений югорчане могут познакомиться в Сургуте в галерее современного искусства «Стирх» на Магистральной улице. Здесь работы есть преподавателей колледжа, есть студентов, еще обучающихся, также студентов, которые уже давно закончили колледж. Причем разных годов. Тут есть и 2000-х годов, и вот этого десятилетия работы. То есть мы собрали различные работы, чтобы видно было разнообразие. На церемонии открытия присутствовали преподаватели колледжа русской культуры и авторы работы из отделения дизайн того же образовательного учреждения. Живая натура, натюрморты, наброски интерьера квартир и даже проекты сооружений, адаптированные под все особенности ландшафта автономного округа. Тут представлены работы трех базовых дисциплин, которыми обучаются юные дизайнеры, начинающие. Это такая основа, база обучения дизайну. То есть это рисунок, живопись и дизайн-проектирование. Одно без другого не может. Поэтому и представлены здесь и работы учащихся в дисциплине рисунок, акварель, живопись и, собственно, композиция, дизайн. То есть данные дисциплины являются такими тремя китами базы образования дизайна. Творчески показали разные темы – синтез искусства и техники. Природа и культуры в современном мире, преобразование городской и жилой среды. Объекты в виде средового, предметного и графического дизайна, объемно-пространственной инсталляции. Куратор выставки Сергей Зятьков провел обзорную экскурсию и рассказал о дизайнерских разработках. Некоторые из них выглядят довольно интригующе. Про дизайн – это работы тех, кто занимается промышленным дизайном. Выставки дизайна у нас показываются редко. Это выставка о том, чему и как учат дизайнеров у нас в Сургуте после девятого класса. Уникальная выставка про дизайн открыта до 25 апреля со среды по воскресенье. Ее может посетить даже самый юный зритель. Ограничений по возрасту нет. Однако предварительно на ознакомление с экспонатами стоит записаться. Номер телефона – 350 978. Татьяна Расторгуева, Карина Алексанян, Денис Зонов, Сургут Интерновости. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте. Увидимся на наших каналах. Большой ассортимент мебели для дома и офиса. По низким ценам и с хорошими скидками. Евро-офис. На Островского 26-3. Карапуз. С заботой и любовью к самым маленьким. Одежда для новорожденных со скидкой 15%. Сеть магазинов «Карапуз». Включи «Лав-радио» твоей мечты. «Лав-радио» «Лав-радио» Включи «Лав-радио» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова